Ставропольский театр Из двух элементов складывается эта масштабная сценическая композиция. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров узнал у министра культуры края Татьяны Лихачевой на последней рабочей встрече ушедшего года. Татьяна Ивановна, мы заканчиваем 2020 год, 2019 год. Что сегодня с исполнением национальных проектов и какие планы на 2021 год у нас будут? В этом году национальный проект, в принципе он и на все до 2024 года, идет по трем региональным проектам. Это культурная среда, культурные люди и цифровая культура. По культурной среде, в первую очередь, это капитальный ремонт наших учреждений культуры. То есть в этом году ремонтные работы за счет федеральных средств и краевых порядка 30 объектов у нас отремонтированы до 31 декабря включительно. И по культурной среде открытие пяти библиотек. Сегодня открывается библиотека в Кугульте, все библиотеки открыты. Формат каждой библиотеки абсолютно разный. У них у каждого своя концепция. Эта концепция отличается от работы обычной библиотеки, как вы видели, как в Левокумском районе. И надеемся, что наших читателей еще больше прибавится. Мы все-таки читающие регионы силим. Мы всегда или в двадцатку входим, или в десятку. А в новом году региональный проект «Культурная среда» поможет еще и освежить арсенал инструментов в школах искусств. Проблема наболевшая. Ее решали разными способами. Например, в 2019-м по соглашению Федерального министерства промышленности и правительства Ставрополья в 68 школ, 41 из которых на селе, передали больше сотни пианино. Но проблемные зоны все же остались. У нас постоянно куда не придешь, везде нет инструментов. Даже мне на прямую линию люди обращались, по-моему, с Красной гвардией, по отсутствию инструментов. Мы входили в федеральные проекты, пытались сами дозакупать. Что сегодня происходит в итоге этого года и что будем делать на 2020 год? На следующий год по программе «Культурная среда» по нацпроекту нам дают 54,4 миллиона рублей. С нашим софинансированием это будет 57,8 миллионов рублей на оснащение музыкальными инструментами школ искусства. Провели конкурс. 11 школ искусства получат не только музыкальные инструменты. Там по программе идет еще и оборудование. И школы заказали кто-то интерактивные доски, кто-то заказал кресло в зал. Обязательно приобретение музыкальной литературы, который очень серьезный вопрос. Потому что оснащение музыкальной литературы – это тоже один из проблемных вопросов, который назрел в школах искусства. И мы получим еще вот в эти 57 входит 10 миллионов, которые будут выделяться на училище искусства, которое находится у нас. С инструментами надо обязательно продолжить обновление. Потому что тоже иногда как зайдешь, все там кривое, косое. И дети все-таки наши требуют хороших инструментов. Но, наверное, главный инструмент каждого культурного человека – это знания. В нашем крае уж точно. Ставрополь – один из пилотных регионов проекта «Культурный норматив школьника». Это совместная программа Министерства культуры и Министерства просвещения страны. Ее запустили в минувшем сентябре в пробном режиме в 11 субъектах. Культурный норматив школьника охватывает семь направлений. Предлагается детям абсолютно в свободной форме хотя бы раз в год посетить музей, театр, филармонию. Литература интересуется, народное творчество и архитектура, что очень даже, наверное, это совершенно новое направление. Это расширяет кругозор наших детей, это их обогащает. Они воспитываются на наших традициях, которые у нас есть. Они понимают, что такое искусство. И в очень доступной форме рассказывают деткам. Например, когда они приходят в музей, им рассказывают, где живет картина, как она болеет, как она выздоравливает, как ее лечит. Кто такой художник, как он пишет картину. Если они идут в театр, им рассказывают, кто такой режиссер, кто такие главные герои. Как увидеть в спектакле суть эту, которая заложена, как оформляются декорации. То есть это не просто посмотреть, послушать, увидеть, но и понять процесс, как создается. Чтобы они были более в этом плане компетентны, сами разбирались. И это в том числе и кино. У них есть желание, есть желание поучаствовать. А потом мы им предлагаем все это занести в свой культурный дневник. Культурный дневник, практически это дневник впечатлений. То есть как он посмотрел, что ему понравилось или что ему не понравилось. Это не обязательство. Нет, да. Это не обязательство. Это факультатив по желанию. Это по желанию. Причем вот здесь хорошими бы сотрудниками и партнерами нам стали родители, которые тоже показывали нашим детям, что должно быть возникнуть это желание, чтобы дети стремились прийти и в театры, и в музеи. Но мы еще и заложили в следующий год гастроли наших театров, филармонии, Ставрополя, чтобы более доступным сделать для наших детей. Это хороший эксперимент. Нам однозначно нужно продолжать и набирать, набирать все больше и больше опций для того, чтобы это развивать в Ставропольском крае. Хорошее движение. Еще одна инновация ушедшего года – движение «Волонтеры культуры». Оно тоже появилось благодаря профильному национальному проекту. Добровольцы, по большей части студенты, помогают в проведении творческих мероприятий и акций в музеях и домах культуры, филармониях и музыкальных школах. Причем за место в закулисье ажиотаж не меньший, чем за главную роль в театральной постановке. В этом году у нас зарегистрированы волонтеры культуры 909 человек официально, хотя ставили мы себе планку там до 300. Вообще поддержки творческой молодежи и детям в крае внимание особое. Новые музыкальные инструменты, отреставрированные сцены и зрительные залы – это все, конечно, помогает проявить себя, но без поддержки, в том числе и финансовой, расти как творческая личность не так уж и просто. У нас действительно талантливые дети живут в крае. И все победы, которые у нас проходят, мы все их вносим. У нас такой есть реестр одаренных детей. Этот реестр одаренных детей… Ну, это действительно так, но, конечно, в первую очередь мы их… Во-первых, мы отслеживаем, где они, как развиваются, какие их успехи, достижения. Ну, может, кто-то необходимо помочь, может быть, еще какие-то вопросы. Те дети, которые у нас заслуги какие-то имеют. Во-первых, у нас есть стипендия. Сколько стипендиатов сегодня? 11 стипендиатов у нас. 11 стипендиатов. А нужно больше? Конечно, если будет больше, будет лучше. Они же 15 тысяч в месяц сейчас получают. Так нужно или не нужно больше? Нужно. А сколько нужно? Ну, хотя бы 25. Ну, так давайте доведем до этого. Давайте. Почему? Потому что дети одаренные, они у нас живут везде. И в селах в том числе. И это замечательно. Это как раз нужна та помощь. Когда у нас есть программа, кстати, по культуре, Министерство культуры Российской Федерации, нам дают квоту для поездки детей в Москву, в Санкт-Петербург, мы обязательно стараемся этих детишек тоже подключить, чтобы они туда поехали. А недавно было мероприятие для тех, кто не смог поехать в этом году. Мы провели для них большой праздник. Концерты проводим, где показываем достижения наших деток. Не только музыкантов, у нас и художники есть. И хореографы, и художники, и музыканты. Очень хорошие дети. А в году наступившим помощь и волонтеров, и талантливых детишек, и многочисленных творческих коллективов Ставрополья понадобится специалистам Минкульта. Ведь грядет масштабное празднование 75-й годовщины Великой Победы. И, соответственно, в рамках этой программы у нас будет огромное количество мероприятий. Это честь и низкий поклон всем нашим ветеранам. Это, в первую очередь, воспитание наших детей, передать память поколений. В рамках этих мероприятий будет и международный фестиваль, конкурс, солдатский конверт, куда будут приглашены, в том числе и зарубежные исполнители. Но поющие песни о войне, наши песни на русском языке. Это новый проект для края «Школьная весна России». Это тоже проект, который стоит в федеральной повестке дня в рамках 75-й годовщины Великой Победы. И здесь российские школьники к нам приезжают. А еще в 2020-м Ставропольского зрителя ожидают ставшие уже традиционными конкурсы и фестивали «Хрустальный источник», «Герой и время», «Золотой Витязь» и первый в крае губернаторский бал выпускников. Он будет проходить под названием «Ветер перемен». Я бы очень хотел, чтобы вы к этому подключились. Мне нужно, чтобы это было запоминающийся для детей. Мы хотим собрать всех выпускников Ставропольского края в одном месте и здесь, чтобы устроить им достойную встречу рассвета совместную, чтобы это было запоминающийся, чтобы мы свой край всегда помнили. Я очень прошу к этому подключиться. Хорошо? Да. А в части фестиваля, мне кажется, что чем радюшнее мы будем, тем люди больше будут любить наш край. Чем больше будут любить, тем проще нам будет развиваться. Это, мне кажется, самый большой и самый главный залог успеха нашей работы, чем мы сегодня каждый день занимаемся. Ну и хорошо, что к нам едут и возвращаются. Один раз приехали, приезжают во второй раз, значит, интересно. Заслуженного артиста культуры когда ведете в Министерополь? Да, мы готовы. Выпускайте постановление. У всех есть? У нас есть почетные деятели искусства Ставропольского края и почетные работники культуры Ставропольского края, но это отраслевая награда. Я вас очень прошу. Введите мне, пожалуйста, такую категорию, чтобы я мог награждать людей, которые сегодня очень много делают, для того, чтобы все, что мы с вами обсудили, не только было на словах или на бумаге, а еще и вживую, и было принято и понято людьми. Хорошо? Да, сделаем. Спасибо большое.